Всем доброго дня! Сейчас мы вам расскажем про нашу теплицу под раннюю рассаду, то есть под раннее выращивание огурца. Сейчас у нас начало марта месяца. В этой теплице в прошлом году у нас росли огурцы. В этом году мы ее решили модернизировать и улучшить. Что мы в ней сделали? Как мы видим, мы подняли, значит изначально у нее был теплый пол, сотка утепленный просто пеноплексом, фанера и все. Потом в этом году решили поднять фундамент на 500 миллиметров, потому что высоты не хватало, так как грядки были высоко. Я сейчас зайду внутрь, вам покажу. Они у нас стоят на стеллажах. Брус, значит, три вида 100 на 200 и 100 на 100. Подняли на 100 миллиметров. Как мы видим, видите, стала какая высота. Это поведен с 2019 года. Нью, высота стен у него метр 65 и общая высота 2,40. Сейчас уже стала она выше 2,90, ну и соответствующие стены стали много выше. Установили теплую дверь из остатков у нас была и покрытие 4 миллиметра. Все, естественно, все стыки у нас загерметизированы. Герметиком прозрачен и уплотнителем. Сейчас мы зайдем внутрь и все вам расскажем. Заходим внутрь. Здесь у нас, как в палате больничной, стены закрыты специально с панбондом. Два слоя 60 по 60 плотностью. На таких, как будто, видите, на струнах круговой. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы отсечь холодный воздух от самой конструкции. И так как сейчас весна уже на носу, очень и жаркие, и жгучие лучи солнца. То есть они могут раннюю рассаду просто сжечь. Для этого мы закрыли от солнца. В чем мы будем выращивать? Значит, у нас стоят вот такие стелжи, как мы видим. И мы решили, если в прошлом году мы мешки ставили вертикально, в этом году решили эксперимент провести в горизонтальном положении. Почва смесь готова, как мы видим. 50-литровые мешки. И в каждом мы будем растить по 2 огурца. Рассаду сейчас готовим. Сейчас стоит эта теплица на прогреве. Земля была вся проморожена. Она еще заморожена. Сейчас она отходит. Как мы видим. И в ней будем вырезать такие лунки небольшие и туда садить. И подкормку делать будем уже... Не будем мешать почву смесь, а будем сделаем проще. Будем просто жидкими биоудобрениями подкармливать. Отопление данной теплицы происходит за счет вот такой тепловой пушки. И раз, стоит. Они 2-киловаттные в двух положениях. То есть, 1-киловатт и 2-киловатт. И вторая пушка. Поддержание температуры происходит с помощью вот такого терморегулятора. Он настраивается на температуру. Сейчас стоит 20 к плюс 20. Он выключен, видите, 23 градуса. Одну пушку поставили сейчас пока на постоянный прогрев, потому что почву надо прогреть, чтобы она, так сказать, была у нас теплая. И мы потом все эти мешки аккуратненько все разложим и, так сказать, перемнем. Здесь заведено электричество стоит вот такой щиток небольшой для света и автоматы для мощных, то есть для калориферов. Что еще? Здесь будет еще система подвязки. Будут установлены фитосветильники мощные для досветки. Пока у нас мало света, сами понимаете, еще, видите, еще пасмурно. Бывает с ней где-то много, бывает мало. То есть будет установлены лампы для досвечивания. Фитосветильники, так называемые. Также сверху у нас, как мы видим, сейчас отключен, когда будет жарко, фрамуга с термоприводами, которые сама открывается и закрывается. Здесь также будет еще... Мы в прошлом году хороший эксперимент провели, натягивали полностью по всей крыше сетку специально для огурцов, с ячейкой 20 на 20, и у нас огурцы росли как виноград. Было очень красиво, и урожай хороший мы снимали. Вот такая у нас получилась мини-теплица. Поликарбонат, напоминаю, здесь 4 миллиметра, как мы видим. Все примыкания, если вы видите, пройдены герметиком, чтобы не было щелей и теплопотерь. Так сказать, минимизировать теплопотери. Ну, вроде бы все. Смотрите за нами, следите. Рассада уже у нас растет. Сейчас пару дней прогреем почву, все это прорежем, взрыхлим, подготовим и будем высаживать. Также подвесим светильники, подключим их к фитосветильники. И дальше снимем уже, когда высадим рассаду на нашу теплицу. Такая получилась фундамент. Мы посадили просто на пену, все пропенено, все капитально сделано. И еще самый главный плюс выяснилось, что при таком варианте расположения теплицы, поднятия фундамента, получается место в теплице, огромное количество получается, площадь, высота. Можно высаживать высокорослые растения. То есть можно вот так дверь устанавливать, опускать ниже, что мы давно уже делаем. Но фундаменты нам делают заранее, если кто-то хочет опустить дверь. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. Мы очень рады. Ждем обратной связи. Как и что вы выращиваете у себя. Как высаживаете раннюю рассаду. Всем пока.